В санатории поселка Октябрьского заезд, а для кого-то выезд. Галина Москвина с семьей и так жили тут бесплатно целых полтора месяца. 29 января у них сгорел двухэтажный жилой дом. У нас все сгорело. Деньги сгорели, документы казахские сгорели, все сгорело. Я пошла в администрацию, обратилась в администрацию. А они мне, администрация индустриального района, дали мне там пакет с продуктами, мешок гречки. А еще собрали матпомощь соседей, несколько тысяч рублей. На этом все. Выделение помощи по линии соцзащиты, говорят, не положено. Ведь собственница дома до сих пор гражданка Казахстана. Администрация даже предложила хозяйке сгоревшего дома работу. Очищать мусорные площадки поселка Власихи. Полтора часа в день, три тысячи рублей в месяц. Кто-то скажет, мол, не пыльная работа. Но пострадавшая отказалась, посчитав это ниже своего достоинства. Ну что ж, как говорится, о вкусах не спорят. А между тем, жильцам второй половины дома, на которой, по версии пожарных, и началось возгорание. В многодетной российской семье из пяти человек выплачена денежная компенсация. Предоставлены продуктовые наборы, одежда и стройматериалы. Сейчас они снимают жилье за свой счет. Приезжие из Казахстана рассчитывать на это не могут. Нет денег. Жилье предоставить им, не гражданам России. Понятно, что муниципалитет не имеет полномочий. У Галины Москвиной своя правда. Документы сгорели. А до пожара у нее возникли трудности с оформлением российского гражданства из-за проблем с налоговой инспекцией Казахстана. На свою беду понадеялась решить их уже после покупки дома. Мне снова сейчас собирать, повладать документы. Потому что я поехала туда, мне снова у меня... Я сдала все документы, удостоверение и получила листок убытия. Меня с пенсионного фонда там сняли, так как я выписалась оттуда. Я приезжаю сюда, у меня сгорает листок убытия, у меня сгорает паспорт. То есть опять собирать все по новой. Кстати, если документы оформлены правильно, гражданство России можно получить в течение шести месяцев. Ну как тут не вспомнить знаменитого Жерара Депардье, получившего паспорт с двуглавым орлом через пять дней после подачи заявления. Интересно, согласился бы маэстро полгода чистить мусорки поселка Власиха. Окажись он в подобной ситуации. А семья москвенных освобождает комнату санатории. Все-таки продолжает надеяться на помощь администрации района. Якобы им пообещали даже найти социальное жилье. Михаил Ширин, Николай Шелко. Наши новости.